всем добрый день кто уже будет это смотреть записи да с вами компания твой космос мы производим варганы дзендрамы и сегодня мы будем говорить как раз таки о наших замечательных друзьях в органах да будем импровизировать на высокочастот в органах на среднечастотных да и на басовых да где я буду рассказывать чего не принципе отличаются эти в органы и отвечу на ваши вопросы да сейчас есть звук скажите пожалуйста как по звуку нормально прием есть ли звук скажите пожалуйста да вконтакте нормально а как у нас в инстаграме написали что не звука хорошо да все норм отлично давайте тогда двигаться дальше сегодня мы будем говорить о варганах об их полезных свойствах о том что у нас есть частоты 432 герц и 528 герц терапевтические звучания и стандартные для для стандартные которые 440 которые вот по всему миру приняты так вам я не звонил вконтакте громкость прибавилась хорошо давайте начнем с импровизации я начну именно с варгана тесла в 528 герц в ноту фа и расскажу что это за такая частота и как она влияет на наш организм и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Есть специальная такая таблица частот, где можно их заглянуть, посмотреть. И стандартно сам строй, ну то есть вот эта вся таблица, она определяется по ноте ля, которая в 440 Гц, к примеру. И если сдвинуть ее чуть-чуть ниже, 432, то и другие ноты в частотностях, они тоже сдвигаются. Чтобы была гармония звука. И к примеру 432 Гц это частота природная. К примеру, в Японии есть такой даже аппарат, через который лечат людей терапевтические, которые пережили травмы во время рождения. Их засовывают в такую же среду, где даются звуки в строй ноте 432 Гц, где они исцеляются. И есть другие также научные исследования на эту тему, где у людей происходят глобальные внутренние изменения. От рисунков, да, в кристалликах воды до физических состояний. Притом, если вот прямо сейчас попробовать послушать в 440 и 432, можно и не заметить, потому что вот на радио, да, в телефоне вся музыка, она в 440 Гц. И если мы начнем слушать 432, мы сразу не поймем, но достаточно одной недели слушания музыки в 432 Гц, как мы начнем ощущать физически, как 440 на нас начинает воздействовать. Если 432 это такая больше спокойная, расслабляющая частотность, то 528, здесь в данном случае 528 от ноты до и нота ля 444, то здесь уже наоборот бодрящие состояния, такие яркие, энергетические. И вот на тему 528 Гц есть даже целая книга, большая книга, написанная с исследованиями, десятилетиями изучений, где как раз рассказывается, что частота 528 Гц исцеляет и распаковывает ДНК. И это частота любви. Поэтому, играя на инструментах, которые еще имеют свою специфику в частотах, вы еще и положительно влияете на свой организм и на организм других людей, других слушателей. Вот, если здесь я играл на средне-высокочастотном Тесла, то сейчас я сыграю на высокочастотном в органе Махабад, но уже в 432 Гц. И на нем можно играть как мелодичные звучания, да, такие вот киргизские, вот киргизские этнические мелодические или венгерские, да, можно играть. То есть у них есть своя специфика. Играет музыка. Играет музыка. Это был вот такой высокочастотный в орган Махабад. Да, и вот так как мы запустили розыгрыш светящихся в органов, да, в инстаграме, у нас есть новые подписчики, которые, к примеру, могут и не знать, что такое в орган. И хотелось бы эту тему немного раскрыть с позиции именно вот, с позиции для людей, которые вот только знакомятся с этим инструментом. Так, звук в органа какого народа больше всего нравится? Звук в органа какого народа больше всего нравится? Такой, конечно, звук в органа. Здесь скорее не сколько звуки, а сколько техники, я бы вот так выделил. Вот есть техника Саят Орды, да, это техника, которая родилась в Якутии, да, и с помощью нее как раз играли... Передавали эпос, да, свои чувства рассказывали. Вот, играется она таким образом. Сейчас поставлю магнитик еще, чтобы более басовитости придать. И, к примеру, Саят Орды еще применяется в хамусотерапии, то есть это терапия, то есть это такая звуковая терапия, где хамусист или органист играет слушателям и их исцеляет либо на эмоциональном, либо на ментальном, либо на физическом уровне. В зависимости от уровня владения и знаний, да, даже вот, даже одной же этой техникой. Саят Орды Вот так же можно проигрывать мелодии своего народа. Вот у нас, к примеру, есть такой писатель Габдула Тукай, и можно, ну, и мы порой проигрываем его песни, да. То есть его стихи, наложенные на мелодии, сделаны как песни. И вот есть такое стихотворение про родной язык, если на русском говорить. Вот. И его можно тоже исполнить в стиле Саят Орды. Саят Орды. Саят Орды. Саят Орды. И расскажу немного про варганы. Дело в том, что варганы появились более пяти тысяч лет назад на земле, по крайней мере, по археологическим данным. И они были во всех народах мира в разных формах, то есть они начинались с щипковых, да. В щипковых именно, либо из пластинок древесины, либо с помощью лука и тетивы, вот, либо с помощью костей, да. То есть в разных своих формах. И у каждого народа, если глубоко в это идти, можно также увидеть легенды, посвященные этому инструменту. Если у славян это называется варган, отсюда есть слово сварганить. Сварганить – это приготовить еду с помощью варгана. Дело в том, что в древности женщины, прежде чем приготовить еду, играли на варгане, чтобы войти в ла. И потом, готовя еду, да, там на огне, уже самой идеей играли варганом, чтобы наполнять своими чувствами еду. И отсюда и пошло такое слово сварганить. Поэтому говорят, ну-ка, что-то сваргань, сваргань там еду, да, в большей степени. Или что-то создай. Другое направление, что есть еще сварга, да, и сварог. Сварга – это рай славянский, сварог – это бог. И от этих слов тоже есть общие корни. У татар, вот сам я татарин, да, мы сейчас в Казани находимся, у нас он называется кубыс, у башкиров он называется кубыс. И, к примеру, у татар женщины прятали кубыс в арган, в косы, и потом уже наедине играли. У якутов он называется хамус, у казах – шанкубыс, у белорусов, у украинцев он называется дрымпа. Вот. То есть разные названия этого инструмента. Есть еврейская лира, джухарп, да, и так далее. То есть можно прям набрать целый список и уже прочитать, если есть такое желание. Вот. А я иду дальше, сейчас я поиграю на варгане фрактал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжая тему варгана. Варганы бывают разных частотностей. Есть высокочастотные, да, вот это вот такой. И высокочастотные варганы, они больше влияют на верхние части тела, в частности, на голову, да, и как-то возвышают. То есть с ними можно исполнять и такие звуки птичек, можно напоминать. Да, вот еще раз, да, вот еще раз сыграю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, расскажите о наутилусе. Так, сейчас я не подготовил наутилусе. Да, я могу в следующем... Да, сейчас я попрошу, чтобы вы принесли наутилусе, и расскажу о наутилусе. Специально для вас. Есть среднечастотные варганы, да, вот, допустим, Лист или Фрактал, или Тесла, и они имеют свои показатели либо ближе к высокочастотным, то есть среднечастотные, высокие, либо среднечастотные прям на уровне, либо среднечастотные, но чуть ниже, ближе к басовым. И на них можно еще ставить магнитики, да, вот, то есть есть вот такое колечко, куда мы можем вставить магнитик и поменять звук самого инструмента. Вот, к примеру, со среднечастотными идут два магнитика, и благодаря этому варган становится уже три в одном, к примеру, да, и даже четыре в одном, потому что их можно комбинировать. И можно еще зажимать язычок сам, да, и здесь тоже звук сразу же меняется. И вот с одно нотного инструмента мы переходим в богатство уже других нот, а еще есть элемент обертона, где сначала издается одна звуковая волна, и вместе с ней уже меняются звуки, тональности в полости рта, и мы получаем совершенно другие звуки. И если мы, к примеру, меняем режимы, то есть есть вот, мы можем играть носом, да, это вот. Можем играть чисто ртом, да, к примеру, с вдохом и выдохом. И менять эти вдохи и выдохи. Можем играть туртом, но не дышать, к примеру. И можем играть как раз платформой горла. И играть горлом. Вот, к примеру, вот я сейчас еще вставлю магнитик и поменяю звук уже в другую направленность сейчас. К примеру, вот идет такой, не знаю, насколько видно, круглый магнитик, я его вставляю вот. Да. И звук как раз поменялся. Вот. Есть, к примеру, Тесла, да, он чуть повыше. Да. Все наши варганы из нежавеющей стали сделаны. Вот тоже. И фрактал, да. Вот, здесь спрашивали по поводу варгана наутилус. Если вы еще здесь остались, я как раз для вас и расскажу. Мамизо. Вот он, кстати. Сейчас. Да. Такой. Делается варган наутилус из титана уже. Да. И здесь всегда авторская дизайнерская часть. Вот, если ее посмотреть. Делается она вручную. Это достаточно такое ювелирное занятие. Потому что сам титан накаливается до определенных градусов. И в зависимости от теплоты и жара меняется цвет самого инструмента. И здесь очень важно и не пережечь. То есть, если пережигается, то нужно заново этот процесс делать. И поэтому они делаются дольше, более кропотливее. Ну и по, вот, вот есть, к примеру, варган спираль и вот варган наутилус. И варган наутилус титановый, он на ощущениях в руках, он совершенно другой. Если вот этот, как зеркальце такое, то этот, он тоже шлифован, но он более такой приятный, что ли. Вот, как вот, вот, такое, какое-то вот стекло с налетом, таким именно, с пленкой, вот такой именно. Но уже с родной. Если вот по ощущениям, да, судить. И по цвету они тоже отличаются. То есть, здесь уже такой он более креативный, многоцветный. Более, конечно, в фиолетово-синих тонах. Так, здорово, здорово, что вы ждете наутилус. Поздравляем вас с таким инструментом. Он вам прослужит долго, потому что титан очень такой хороший материал сам по себе, да. И наш мастер Дмитрий Касс, он их делает с любовью. Он прям с каждым оттачивает свои художественные навыки. Да, больше начинает углубляться в ювелирные направленности, чтобы как раз радовать вас. Если вас кого-то еще заинтересовал в орган наутилус, то пишите нам в директ. Мы вам обязательно ответим. И по цене, и по звукам, да. Вы можете забронировать, потому что, еще раз повторяюсь, да. Их делают именно более кропотливо, дольше, и, соответственно, их нужно заказывать, чтобы их делали. Но сейчас есть в наличии, поэтому напишите нам. Так, сыграть. Сыграй, плиз, покажи звучание. Хорошо, сейчас сыгра. И здесь еще скажу, что он тоже, идут 5 магнитиков с ним, но это даже не 5 в одном, это 10 в одном. Потому что можно по 2, по 3 магнитика, по 4 магнитика ставить, и, соответственно, меняется звучание. Вот, сейчас сыграю без магнитика, да. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Классно, что вы одним из первых его приобрели. Да, вообще, очень рад за тех, кто уже имеет или заказал себе варган наутилус, потому что это, конечно, другой уровень, другое состояние на зубах. Да, и сам визуально он выглядит очень красиво. То есть, вот, я не знаю, насколько телефон, да, передает его красоту, цветовую гамму, да, вот. Даже вот, посмотреть, да, по свету. Да, и притом разные цвета выходят, это больше такой желто-фиолетовый-синий, да, вот, на другой стороне у него. Вот как раз эти основные цвета. С магнитиком, да, пожалуйста, давайте сейчас сыграем с магнитиком. Вот, я вставлю магнитик. Оп. Очень просто вставляется. Вот, я вставлю. Здесь painterly и посет Nowadays, тут он джебую магнит кальтегон. И так далее, истерили уехать сowie cosa-то, истерили уехать сodoreем кальтегон. Истерили вставляем, да, истерили visualize. Субтитры сделал DimaTorzok Это было как раз с одним магнитиком, да Еще добавлю магнитики, да, сделаю его еще более басовым Магнитики не улетают, особенно тот, что в колечке То есть он круглый, он как раз помещается в само колечко И он плотен Если мы их вставляем сюда, то здесь уже есть возможность, что он может улететь Да, но здесь важно уже научиться просто правильно бить Если мы его вставляем сюда Сейчас я вставил еще два магнитика То есть сейчас у меня три магнитика на язычке И он становится более такой басовый КОНЕЦ Хотел бы сказать, знаете, чем полезен басовый варган То есть варган с басовым звучанием, низкими частотами Дело в том, что на уровне обертона, да Тонов самих, вот именно вот этих колебаний Если вот на шкале смотреть, в звуковой шкале Вот когда я удаляю То шкала, она возрастает И потом она уже от колебания самого язычка Да, вот этот язычок у варгана А это вот дека С колебанием частота становится все меньше, меньше, меньше И она может достигать 15-10 Гц, там 20 Гц И это частоты, которые синхроничны Частоте головного мозга на уровне бета-волн Да, это вот бодрствование Если мы закрываем глаза У нас мозг погружает в состояние альфа-волн И играя на варгане именно басовом Мы можем тоже достигать унтертона Супернизких частот Которые открыли только в 20 веке И свойства их, в том числе варгана Да, мы начинаем колеблиться в состоянии нашего мозга И улучшаем творческий поток Потому что альфа-состояние мозга, да Альфа-волн Помогает наполниться энергией Помогает перезагрузиться Переключить мысли Если вот в бета-состоянии волн Нам нужно постоянно что-то делать Суетиться Там задачи какие-то выполнять То альфа-состояние это наоборот На наполнении И в наш век технологий Где нужно быстро что-то делать Переключаться Иметь многозадачности Порой происходит выгорание Из-за того, что мы постоянно находимся в этих колебаниях мозга И необходимо переходить на альфа-состояние Либо вы медитируете, либо танцуете Либо играете на варгане Либо на природе созерцаете Но только в эти моменты вы наполняетесь Есть, конечно, и сон Да, но это другая история Если говорить творческие То на варгане, конечно, идеальные Наполняться энергетически Музицировать и медитировать А также можно делать Такие психологические приемы Как произношение аффирмаций То есть вот Я вот не знаю Насколько вот вы верите В силу аффирмаций В силу повторений слов Да, и перепрограммирования Просто дело в том, что В психологии, да Есть такой момент, что Если подсознание человека Повторяется какая-то мыслеформа Семь тысяч раз То подсознание начинает это принимать за правду И можно вот И это достаточно два месяца По пять минут проговариваний Да, там за пять минут В среднем сто Повторений происходит И набирается как раз семь тысяч раз Сколько стоит варган? Дело в том, что у нас разные цены На варгане И мы как раз вещаем на весь мир Как на Россию Так и на страны СНГ И на Европу И Азию И Америку Мексику Поэтому цены, они разные И напишите, пожалуйста, нам в личку Да По поводу цены на варгане На варгане Наши менеджеры спросят С какой вы страны И специально для вас рассчитают Но важно понимать, что Не только цена Должна интересовать самого варгана Но и Как это звучание Будет вас резонировать Поэтому вам Тоже необходимо будет Проконсультироваться Какой варган для вас Лучше всего подойдет Так Я за Канаду Да Вот И для Канады тоже свои цены Напишите, пожалуйста Нам в личку И Мы вам ответим Мы в Канаду тоже У нас был опыт Мы отправляли Так Давайте я сыграю сейчас На Цветке жизни Да Тоже на басовом варгане Афирмации как раз таки Да К примеру Моя любимая афирмация Это Я здоров Я здоров Я полностью здоровый Да Одно дело Я буду это проговаривать Конечно Я могу творчески Это пропевать С гитарой Там Или под какую-нибудь Музыку И другое дело Вы как раз Заказываете Заказываете Да А Заказали уже Очень рад Что вы заказали И вам понравилось Вы живете в Узбекистане Для Узбекистана Тоже свои цены Напишите, пожалуйста Нам В личку Давайте я сыграю На варгане Я здоров Я здоров Я полностью здоровый Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 И субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Это уже влияние на наши энергетические центры Дело в том, что они тоже созвучны определенным цветовым критериям Да, вот, к примеру, четвертая чакра, она созвучна зеленым цветом, цветом природы, деревьев, листьев, изобилия, да, и когда мы начинаем визуализировать зеленые цвета и играть на варгане, то мы автоматически начинаем также влиять на наш сердечный центр, на наши легкие, на наше сердце и начинаем создавать частотные колебания, которые будут положительно влиять на органы этой части тела, а также на состояние любви, сострадания, заботы. И зеленый цвет – это цвет здоровья, да, и укреплять наше здоровье. Также зеленый цвет – цвет денег, поэтому здесь тоже вы можете, если идти в материальную направленность, вы можете вот так материализовывать. Насколько у вас это получится уже деньгами, это зависит от вашей веры. Вот, давайте попробуем на варгане спираль, да, визуализировать зеленые цвета. Субтитры сделал DimaTorzok Другая направленность, да, это произношение гласных, буква терапии, да, это уже когда мы с определенными гласными и согласными влияем на наш организм. К примеру, гласная А повышает энергетику, и если вы даже просто будете 5 минут говорить ААААА, то через 5 минут вы почувствуете, как ваша энергетика повысится. И, к примеру, с ворганом это тоже действует. И букву А можно по-разному произносить, с дохом, выдохом, носом, горлом. Давайте я вам просто покажу. И это я покажу только малую часть. Если вы хотите больше, то вы можете освоить эти техники на курсе Уильдаров 123 урока. Это кладезь знаний, техник, которые обогатят ваше звучание, вашу игру. И при этом вы будете также играть по-своему. Вот давайте буква А. Можно играть в другие гласные. С, В, Р, Т. Т, к примеру, убирает все шлаки с организма. Т, Ту, Ти. Сейчас тоже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, более подробно по поводу звуков и гласных вы можете почитать на нашем телеграм-канале. Я на эту тему как раз написал пост, и вы можете перейти в шапки профиля, если вы в Инстаграме и ВКонтакте. У нас тоже указано в описании наш телеграм-канал. Здравствуйте, сохраните, пожалуйста, трансляцию. В ВКонтакте трансляция сохраняется автоматически, хорошо, благодарим. И в Инстаграме тоже трансляция сохранится, плюс мы еще перенесем на Ютуб, чтобы можно было на Ютубе это посмотреть. Плюс тема вообще нашего эфира, что Варган – это наш прекрасный друг. У шаманов, к примеру, Варган, Варган называют конем. То есть это инструмент, с помощью которого можно менять свои состояния. Менять свои состояния, как такие более динамичные, да, либо спокойные, умиротворенные. Можно уйти в очень такую классную генерацию идей творческого потока. И можно перейти в такие медитативные, спокойные состояния, где нет мыслей. Дело в том, что вот когда мы начинаем играть на Варгане, я сейчас играю на Варгане Мехабет, у нас еще есть вот такой Мехабет, где у нас есть заливки, и тем самым он выглядит очень красиво. К примеру, когда мы долго начинаем в артикуляциях, либо в дыхательных техниках, наши мысли, они полностью уходят. И плюс наша рука движется, да, можно играть пальцами. Можно пропевать голосом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот, и также можно играть каверы, можно подыгрывать, да, и это очень легко, при том, да, вот, к примеру, Jingle Ball, да? И это только малая часть, к сожалению, эфир подходит к концу, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам эфир, да, насколько он понравился, хотите ли вы часто, чтобы выходили прямые трансляции, И если да, да, то следующий, следующую тему эфира я посвящу ворганотерапии. Я расскажу, по крайней мере, что это такое, да, саму ее направленность, как это влияет на наш мозг, на наше тело, на здоровье других людей. Это направление, которому всего лишь 35 лет, его развивают два замечательных медика, Елены и Матвей, вот, у которых я и Эльдар отучились. Мы имеем сертификаты ворганотерапевтов, вот, и хотел бы как раз подойти, вот есть такая книга, приобрел я ее в Якутске, да, хамус ворган, историко-культурные традиции и музыкально-терапевтические практики, да, уже такая отсылка. Здесь есть стихотворение, здесь есть научные данные, есть о целительных свойствах звука в традиционной культуре сахи, да, и вот есть здесь, к примеру, вот такая статья, что для знания злых духов, именно болезней, да, шаманы, вот, умоляли божества для людей, отмеченных с самого рождения, как раз-таки, болезнью, и с помощью игры на воргане призывали духов-помощников, это делали шаманы, да, как раз-таки, шаман садился на свою подстилку лицом к очагу, затем трижды зевал, трижды сильно ударял в бубен и начинал петь вот такой панемент, бубна, заклинание, обращенное к духам, и начинал играть на воргане. В этот момент как раз в него вселялся дух, и он начинал играть человеку, избавляя его от злых духов. Здесь как раз описывается о том, что лечебные свойства звука воргана известны еще с древних времен, и у жителей сахи даже есть целые направленности и исследования звуков, которые влияли на психическое и физическое здоровье целого народа. Это маленькая отсылка, да, вот, и хотел бы зачитать стихотворение и заканчивать эфир. О чем поет хамус? Орниковая песнь хамуса величаво поет ворган. Гамму чувств, стиль особого вкуса создает мелодист шаман. Народность и виртуозность такта, матери природы, речитатив. Подзвоны поющего булата в сердце вселяет мужество мотив. Строю уникальный лад воргана, голос необычной красоты. Клик, лебедь, плач, журавль, пубин шаманы и песня космической высоты. Металл поет в космического тембра звука, что дарит бесконечности малютка великан. Величество ворган. Божественные фуги в калейдоскопе галактик. Презент от якутян. Лишь умельцам сплавленный металл с красками подобия жар-птицы. Мастером превращается в сакрал с голосом воркующий горлицы. Небольшая только красок, красок. А какая мощная речь. В хороводе танцев и плясок не спадает усталости с плеч. Да, где-то там, в третьем мире, в небесах, волшебник принят сам Богом. Солнечный ветер в звонких парусах заговорил с нами ворганным слогом. Вот, и так далее. Скорее всего, на следующем эфире я тоже продолжу читать стихотворения из этой книги. А здесь я хочу сказать всем большое спасибо, кто был в эфире. Да, сегодня я чуть-чуть затянул. Хотел всего лишь полчаса, оказалось 49 минут. Ну, я думаю, вам всем понравилось. Да, участвуйте в нашем розыгрыше. Переходите на YouTube. У нас очень много обзоров, обучений, уроков. И пишите свои вопросы нам в личку, если вас заинтересовал ворган. Да, в комментариях напишите, пожалуйста, какие темы вас интересуют по поводу воргана. Я их разберу на следующие прямые эфиры. Вот, до скорых встреч. Так, в магию ворган невозможно не влюбиться. Кто хоть раз в жизни взял в руки это чудо, уже никогда не сможет его разлюбить. Да, правильно, правильно. Спасибо вашей большой команде за конфетские эмоции и крутой эфир. И вам большое спасибо. Эта книга называется «Хамус ворган. Историко-культурные традиции и музыкально-терапевтические практики». Вот он. Кому интересно, да, напишите в комментариях. Мы делаем фотографию и выложим в сториз.